всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл в очень долго писали мне где же обзор galaxy s10 некоторые люди в комментариях писали даже что хочу купить жду твой отзыв на него и вот наконец-то телефон у меня уже где-то неделю да я не торопился хотя наверное имел имела смысл сделать очень быстро но я с ним походил по двум причинам во-первых и бы так по трем даже и батарейку проверил вторая причина это мне действительно очень интересно было посмотреть об оболочке оболочка сейчас называется у samsung версия one ui оболочка samsung android 9 многие люди даже не знают используя samsung что можно сделать такую фишку что например всплывающее окно это реально круто это прикольно и около много можно сделать это может быть удобно это не разделение экрана который здесь есть это картинка в картинке у меня версия на 128 гигабайт и 8 гигабайт оперативки существует версия с 512 и даже терабайтная версия не знаю правда будет продаваться или нет там 12 гигов оператива что просто выше крыши наконец-то 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 вот то что нужно флагман дорогой и должно быть все по максимуму по внешнему виду телефон стал менее скользким как ни странно все знают что периодически да почти на в каждом обзоре на каждый телефон говорю что они скользкие и люди которые разбивают свой телефон если носят без чехла и потом отдают кучу денег за ремонт со мной соглашаются но почему-то многие думают что я это преувеличиваю но в данном случае телефон не очень скользкий как ни странно я не знаю что они здесь использовали информации никакой нет единственно могу сказать сказать что спинка стеклянная рама металлическая сзади защитное стекло gorilla glass 5 спереди gorilla glass 6 защитные стекла сверху у нас слот либо две сим-карты либо вместо второй карту памяти использовать разумное решение потому что ну вдруг кому-то не хватит действительно 128 можно вместо второй поставить еще и карту памяти справа кнопка громкости они очень сильно убрали если при первом впечатлении телефона я из-за этого проблемы не делал не делаю и сейчас во первых по причине того что разблокируется сканером который теперь встроен прямо в экран о нем чуть позже подробно расскажу разблокируется быстро но область читывания крайне невысокая если вы поставите сверху ничего не произойдет нужно ставить именно туда где на рисунке он нарисован то выключать телефон в этой по крайней мере текущей версии оболочки чтобы каким двойным тапом что-то я не нашел нужно тянуться к верхней кнопке вот единственное неудобство непонятно зачем ее так сильно подняли но проблемы из этого делать не буду ну как всегда озвучиваю что нравится что не нравится сверху дополнительный микрофон сзади у нас блок из трех камер вспышки про камеры очень подробно расскажу могу сказать что качество как именно фотоаппарата как камер она не очень меня удивил учитывая что этот дорогущий флагман один из самых дорогих телефонов начала 2019 года но вот качество видеозаписи меня потрясло при том потрясло даже в качестве full hd 30 fps вот картинка кинематографическая просто как кино прогресс по сравнению с девятым есть а качество фото по-моему осталось таким же если не побоюсь крамольных таких слов если даже не стало хуже но об этом чуть позже расскажу про стереозвук ребята это лучший телефон для ну не для игры в папка хотя возможно да если вы играете в папк мобайл либо какую-то другую игру где важен стереоэффект я ни на одном телефоне не слышал такого чуда пролетает самолет с грузом здесь классный стереоэффект один динамик на боку один здесь но он настолько громкий все остальные просто отдыхают единственное с чем могу сравнить это со старыми htc пятилетней давности которых были действительно классные стереодинамики они были эталонными смотря на то что это было много лет назад samsung смог превзойти и себя и своих конкурентов поверьте мне можно сравнить еще с sony у них тоже неплохой стерео но здесь это какая-то магия настоящая я держу телефон и я вижу пролетает самолет если персонажа двигаю и звук вокруг меня ходит как будто ну не стереосистема но это очень громко очень четко и звук не приглушается я не знаю как они это сделали мы знаем что а когда компания такая есть и как я понимаю samsung купил но от разработки а когда это музыкальная компания используется на все сто процентов ребят если для вас важно не в наушниках а как телефон отыгрывает фильмы игры не знаю youtube то это лучше на данный момент не побоюсь таких слов просто лучший по качеству стерео в самом телефоне разъем usb type-c он как и в девятке в восьмерке чуть ниже уж не знаю каким причинам но не будем придираться здесь же у нас разъем для наушников три с половиной миллиметра я всегда озвучиваю качество звучания этот обзор не станет исключением ребята если мы слушаем музыку есть такая штука как dolby atmos и вот кстати в играх и вообще на динамиках включаете то что я рассказывал при включенном dolby atmos называется это шик но что касается что касается воспроизведения музыки то лучше ее не использовать честно говоря потому что излишне цикет начинают высокие частоты и вокал например женский голос уже не так естественно звучит возможно я придираюсь может вам понравится но при воспроизведении именно через наушники проводные при том без проводов эта штука не работает лучше ее отключать а при воспроизведении через динамики включайте и будете просто но в любом случае даже с выключен dolby atmos звучит очень достойно звучит классно по-настоящему внешний вид практически все отмечу что еще кнопка биксбе кстати я не нашел в текущей версии прошивки как ее можно отключить перерыл все и настройки биксбе и я зашел через аккаунт свой раньше можно было зайти чтобы использовать тему например вот я черную тему поставил нужно было использовать именно учетную запись samsung сейчас можно использовать учетную запись google что на мой взгляд хорошо ну да ладно есть и есть сложных нажатий у меня на этом телефоне не было кнопки громкости с левой стороны по дисплею ребята ну конечно samsung вот тут это не реклама как не рекламный слоган что с каждым годом лучше и лучше ну с каждым вторым годом скажем так но у меня нет с собой рядом galaxy s 9 или 9 plus но ощущение что экран стал еще более ярким еще более сочным еще более насыщенным прям реально запас очень большой разумеется дисплей изогнут с обоих сторон справа и слева есть шторка боковая здесь можно и контакты чуть только погоду можно настроить ее под себя так как вам удобно очень мне нравится функция когда мы например сразу можем одним нажатием экран разделить на два то есть сверху например у нас будет браузер а снизу телефон это можно сделать и вручную но мы можем прописать такие так называемые макросы это очень удобно кроме того я обещал вам несколько фишек рассказать смотрите заходим в список последних приложений и есть выбор смотрите нажимаем на значок на любой настройки но я вам браузер покажу нажимаем и появляется несколько вариантов ну информацию о приложении можно посмотреть это как бы минимум у нас интересует не все это знают открыть в режиме всплывающего окна смотрите у нас есть окошко мы таких окошек можем сделать много пожалуйста может быть не за какие-то настроечки кому-то захочется вот оно и окошко разумеется можно сделать чуть меньше и в этом окошке полноценное окно то есть можно что-то делать заходить настройки и так далее конечно же мы можем это окошко свернуть появится вот такой ярлычок и развернуть тогда на весь экран еще варианты опять же если мы заходим до конца разобрать запуск режиме разделенного экрана но это о том как я и говорил например здесь один браузер а здесь у нас будет что-то другое к примеру но лучше использовать макросы они очень легко делаются когда мы заходим на боковой экран заранее составляете например хром и телефон и открываем сразу здесь у нас хром а здесь у нас телефон очень удобно все это делается одним нажатием и в этом вот гибкость андроида мне очень сильно нравится реализовано все очень хорошо по экрану могу сказать только хорошее дисплей огромный 6 и 4 дюймов на версии плюс дает 522 пикселя на дюйм в данном случае разрешение 1440 на 3040 ребята 19 на 9 молодцы что не стали еще больше вытягивать полный зачет ничего плохого не скажу ну ни один здравый человек не скажет действительно супер амолед дисплей высшего класса что касается железо ребята тут новый процессор в данном случае для россии версия поставляется с эксеносом набирает более 300 тысяч в антуту понятно что лагов каких-то таких тяжелых игр как папка мобайл не замечено играть комфортно но я думаю со временем я обязательно сделаю сравнение 855 снэп дрэгона и в данном случае эксеноса от самсунг новейшего и посмотрим кто из них лучше но могу сказать что как игровой проблем не будет проблемы остались galaxy s8 потому что папк иногда мог подлагивать танки могли падать 30 fps сейчас таких проблем нет ни с galaxy s9 не с более новым построенным на 8 нанометровые процессы galaxy s 9 плюс ну либо если вы в другом на другом регионе других странах китай или в сша там продается снабдрэгон 855 но в любом случае проблем не будет даже на эксеносе батарея вот тут самсунгу хочется поаплодировать они большие молодцы они взяли и поставили реально хорошую батарейку напомню 3500 была емкость плюс версии предыдущих здесь же 4100 и аппарат разряжается медленно опять же условия использования у всех разные например вы выкрутите яркость на всю ходите amoled экран но все-таки тема может быть вас не черная белая вы будете без перерыва играть папк мобайл ну или в танк или во что вы играете или фильмы смотреть но фильмы кстати будет мало расходятся к вечеру убить можно сделать это сложно по моим ощущениям телефон совершенно точно доживает с утра до вечера при среднеактивном использовании где-то остается процентов 40-50 минимум это хороший результат для супер амолед экрана для сравнения айпес такой же батарей с таким же процессом прокрутил бы я думаю максимум часов 9 10 здесь же реально 18 небольшим кроме того появилась функция обратной зарядки это реально функция мне очень нравится мы ее активируем через торку приложений прикладываем другой телефон который может заряжаться по технологии че она везде одинаковая либо наушники те же samsung и которые вышли беспроводные прикладываем к спинке и samsung может заряжать другой телефон это реально круто прикольная фишка может пригодиться особенно маленькие девайсы типа наушников еще отмечу такую вещь что кастомизируется достаточно много в нем если вам не нравятся большие иконки а мне вот честно нравится я использую сторонний лаунчер сейчас на своем телефоне у меня мимикс 2s и я использую большие иконки я поставил оболочку во первых от пока фона то что есть меню приложений как и здесь на самсунге есть я поставил все большие ярлыки но если вам это не нравится вы совершенно легко можете настроить ярлыки это делается очень просто сетка главного экрана пожалуйста делайте пять на шесть у вас маленькие руки будут а по умолчанию 4 на 5 то же самая сетка меню приложений вы можете сделать больше или меньше никаких проблем с этим нет ребят это android все кастомизируется так как вам нужно о камерах вот ребята по камерам как я уже обманулся можно и хорошее плохое сказать начну наверное с хорошего камер у нас устройстве всего 5 12 16 плюс 12 на задней спинке в этом модуле камер и фронтальные на 10 и на 8 мегапикселей кстати вы ждете все когда же я расскажу про отверстие в экране под камеры ребят все очень просто оказалось знаете когда мы запускаем что-то но в данном случае запускаем игру например то просто напросто часть экрана теперь съедается как было с монобровью просто мы не видим этих камер и все то есть нет настройки по крайней мере сейчас чтобы эти камеры участвовали это наверно хорошо потому что если какие-то игрушки то здесь обычная информация к это служебная а если мы смотрим например фильм опять же вот пожалуйста открываем какой-то фильм опять же запись папку мобайл поставим если мы открываем какой-то плеер то опять же просто вот эта верхняя часть как на вырезы как на монобровь делся она просто скрывается и все по крайней мере сейчас настройки я таких не нашел но если мы находимся в меню приложений либо если мы открываем галерею например что-то смотрим фотографии то пожалуйста что и здесь нет это видео давайте фотки вот фотка то пожалуйста во всей красе вот этот вырез под две камеры есть да на мой взгляд я не отказываю твоих слов это лучше чем монобровь которую просто нагло и грубо влепили посередине не знаю я не скажу что меня это сильно радует но и не скажу что меня это раздражает честно говоря я бы предпочел так как у я и блогер но я же мужик я не я редко себя фотка у меня даже не так много фотографий в инстаграме инстаграм кстати есть там не я там очень много я там себя редко пащу кому интересно заходите ссылка под видео будет там то на что будут новинки так вот я бы вообще предпочел бы чтоб как у оппо или там кто делал в оппо выезжающую камеру был бы мне кажется интереснее но в любом случае наверно все так говорят это лучше чем вырез пусть лучше экран будет с отверстиями двумя мешает меньше могу сказать однозначно ну да ладно камеры вы ждете когда я же о них расскажу рассказываю делюсь своим честным мнением еще раз повторю качество фотографий с этого телефона с galaxy s 9 плюс как ни странно позвучит она не сильно лучше чем на восьмерке или девятке и возможно даже несколько хуже это очень странно вы мои слова чтобы проверить пожалуйста посмотрите я разные фотографии и ночные и дневные и утром и вечером под видео ссылку положу не сжатые оригиналы но со временем может быть что-то исправит в камере есть все конечно оптическая стабилизация и видеозапись с формате 4к 60 fps давайте закончу с качеством фото во первых что мне действительно нравится и это тот редкий случай когда я всеми фишками камер пользуюсь это камера обычная камера с двухкратным зумом и камера широкоугольная она здесь божественна понимаете широкоугольная камера это как экшен камера по идее должна сильно закруглять края экрана но здесь она практически не закругляет то что вы увидите на экране это прекрасно обычная фотография фотография широкоугольная и фотография зумом смотреть можно долго качество отличное но это не противоречит моим словам что мне просто не до конца нравится качество фото с именно с такого дорогого телефона что касается фронталки тут на фронтальной камеры также есть небольшое расширение но по сравнению с основными камера она крайне маленькая ну чтоб больше людей в кадр влезло и поговорим о хорошем ребята камеры великолепно пишут картинку то есть даже full hd 30 fps вы останетесь очень довольны качеством видеозаписи она потрясающая а если будете писать 4к и 60 fps то люди не поверят что это снято на телефон опять же посмотрите для вас очень много примеров единственно отмечу чтобы использовать все три камеры вот этих основных имею ввиду при видеозаписи нужно ставить только full hd без приставки 60 fps то есть 30 fps тогда вы можете снимать в реальном времени и широкоугольный и двойной зум и притом двойной зум я вот опять же очень хорошее видео снял очень хорошо стабилизация работает самсунг в этом плане молодцы вердикт по этому телефону ребята аппарат получился действительно интересный за него если у вас есть деньги не жалко отдать эту сумму что за него просят на мой взгляд но при условии что вы располагаете такой суммой не жалко вы будете им точно довольны это технологичный аппарат который не устареет минимум два-три года говорю точно то что даже galaxy s 8 plus еще не очень сильно устарел и качество камеры и все там хорошо но есть деньги даже думать нечего берите скорее всего именно версию плюс потому что экраны сейчас не очень сильно отличается самсунг молодцы рамочки сделали небольшие есть деньги есть возможность берите будете довольны потому что они провели большую работу большую работу но не до конца камера опять же остается вопросы ладно на этом у меня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид и напоследок насчет комплекта комплекте лежат хорошие наушники от компании а кг все необходимое единственное я бы не отказался еще от защитного бампера к сожалению его не положили но можно купить для них будет выпускаться огромное количество хоть он и не скользкий и конечно никуда не делась водостойкость и пылестойкость ip68 телефон можно погружать под воду с телефоном можно ходить купаться в пресной воде в идеале конечно и телефон выдержит также если вы положите его на пляж прямо на песок после этого просто помоете под чистой водичкой не соленой и будете пользоваться дальше и самая последняя как говорится pps самая-самая последняя это always on display как и на прошлых моделях он есть кастомизируется настроить под себя все можете теперь точно счастлива а